Безусловно, подавляющее большинство людей что-то слышали про йогу или имеют смутное представление о ней, как о завязывании тела в узлы, лежании на гвоздях или созерцании пупка. Писк моды разукрасит для вас мир йоги в яркие краски. Эти песни больше похожи на те, что мы слышим в лентах Болливуда, но на самом деле обычные упражнения для создания необходимой атмосферы на занятиях. Йог Шаджахан занимается этим ремеслом всю свою жизнь. Сейчас по приглашению могилевских друзей передает опыт белорусским любителям. У вас сегодня так много стресса, напряжение, жизнь очень быстрая, да и климат тоже сложный, холод, снег. Вот почему люди ищущие пытаются найти свой выход. Ведь изучая йогу, мы изучаем пранаяму. Это дыхательные упражнения, а пранаяма помогает не только правильно жить, но и верно воспринимать мир. Воспринимать внутренний мир в такой неудобной позе сначала тяжеловато, но к чему не привыкнешь ради такой высокой цели, как познание внутреннего мира. Какие-то вещи начинаешь смотреть проще, да, то есть появляется меньше, может быть, каких-то, меньше раздражений, действительно, может быть, в какой-то степени, меньше изблости. Появляется больше понимания, больше приятия, понимая, ну, при приятии этого мира. Больше начинаешь воспринимать, чувствовать, миру чувствовать, что ты не отделён от мира, да, то, что являешься частью этого. Возможно, благодаря именно своим духовным практикам Шаджахан, который попал в Могилёв несколько дней тому назад, сразу же выучил все рабочие команды на русском и на занятиях успешно обходится без переводчика. А вот главный экзамен на адаптацию Шаджахан не выдержал. Привыкнуть к белорусскому климату никакие мантры и асаны не помогли. Зато с рационом проблем не возникло. Рис и овощи – продукты интернациональные. Я люблю рис. Знаете, в Индии он тоже очень популярен и важен. Очень хорошие у вас овощи. Не помню названий. Йога – это не всегда спокойная медитация. Это ещё и активные тренировки, выдержать которые может далеко не каждый. Завсегдатый мастер-классов Бриджит для себя уже выбрала самую удобную шавасану – горизонтальное расслабление в позе мёртвого тела. Но даже такая асана – шаг к здоровью. Те, кто практикуют йогу, несомненно, в выигрыше. У них ясный ум, прекрасное здоровье. Даже заболевания, которые казались неизлечимыми, отступают. Проблемы с дыханием, мигрени, боли в спине. Это проходит. Даже если у вас нет времени на ежедневные медитации, пару простых па вы можете совершить и дома. Лёжа, стоя или сидя вариантов масса. От гуру же один совет – более ответственно подходить к этому тонкому делу. Йога – это дар богов, дар природы, высокодуховная практика. Это не тренировка тела. Это скорее упражнение для души и разума. В следующий раз попасть на мастер-классы открытый семинар к Шаджахану можно 6 мая. Это очень важный для души и разума. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова